Девочки, всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своём канале. И сегодня речь пойдёт о пустых баночках уходящего 2016 года. Если вам такое видео интересно, то оставайтесь со мной. Первым делом разрешите мне поздравить вас с наступающим Новым Годом. Я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто был со мной на протяжении этого года. Я очень-очень сильно ценю ваше внимание ко мне. Я очень люблю читать ваши комментарии. Спасибо вам огромное за интерес к моему каналу. Я хочу поздравить вас и вашей семье с Новым Годом. Пожелать вам всем здоровья, добра и удачи. Ну а теперь давайте приступим. Первое, что мне попадается под руки, это вот такой сухой шампунь от марки Шварцкопф. Сухой шампунь с комплексом биотин. Мне он очень понравился. Я уже покупаю вторую или третью упаковку. Конечно, не сравнить с Батист XXL Volume, который действительно создаёт такой объём хороший на вашей голове. Но вместе с тем прекрасно освежает волосы, если у вас нет времени помыть голову. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой скраб для тела от Organic Kitchen. Свитер с оленями называется. Скраб на самом деле никакой. Он очень-очень мелкий. Розовый такой. Имеет небольшие такие крупицы а-ля сода. Но какой у него потрясающий такой древесный, богатый аромат. Только из-за этого я им и пользовалась. Так, наверное, выбросила, потому что толку нет. Далее вот такой вот скраб у меня закончился. Это мне Наталья высылала в посылке. Шоколадный кофейный скраб с фокусом от Олеся Мустаевой. Вот этот скраб действительно хорошо дерёт кожу. Я люблю такие жёсткие скрабы. И он тоже приятно пахнет кофе. Прекрасный состав у этого скраба. Использовала полностью весь до капельки, до последней. И мне он понравился. Далее, девочки, выбрасываю. Не закончилось у меня. Но выбрасываю вот такой маслиц от марки Кеман. У меня вот где-то вот столько осталось. Но поначалу мне просто очень сильно нравилось это масло. Особенно, когда мне наносил в салоне мой мастер на волосы после окрашивания. Я, собственно говоря, там в салоне его и покупала. Но я заметила, когда я где-то половину уже израсходовала, он перестал работать на моих волосах и стал сушить волосы. Волосы стали с ним очень пористые. Я его на одно время убрала, стала пользоваться другими маслами. Потом снова к нему вернулась. И нет, он уже не работал на моих волосах. И к тому же он потерял свой прекрасный аромат. Стал пахнуть не очень хорошим каким-то веществом, типа рыбьим жиром. И я его выбрасываю. Закончился у меня вот такой парфюмчик от марки Cartier. La Pantera называется. Мне он очень не понравился. Несмотря на то, что я большой любитель парфюмерии, вот этот аромат, да, это обычная версия, мне он не понравился. Он, вот может быть кто-то помнит, из советских времен, были такие духи в маленьких таких пузыречках. Продавались Красная Москва, Красный Мак и табак. Так вот, этот вот очень сильно мне напоминает тот самый советский табак. Он такой, знаете, был зеленовато-коричневого цвета, сама жидкость. Ну, я думаю, что многие помнят. И не могла я им пользоваться, почему-то он для меня отдавал этим табаком и все. Далее. Давайте покажу то, что вот здесь сверху у меня лежит. Мне очень сильно понравилось. Вот у меня были, смотрите, сколько пробников. Это марка Биотерм. Вот это вот сыворотка в креме. Skin Best, зелененькая такая, 15 мл. Это все мне дарили в Эльдебаты пробники. Это Serum in Oil ночная сыворотка с маслицем, 10 мл. Дальше Blue Therapy Serum вот такой. И Blue Therapy Accelerator вот такая штучка. И еще вот тоже две ночных. К чему показываю? Потому что уже я пошла себе, купила вот такую вот в полном объеме сыворотку ночную. Очень она мне понравилась. Она такая вот на масляной основе, как будто бы в масло подмешали какие-то витамины. Хорошо питает кожу и не жирнит, не забивает поры. Отличная вещь. Уже вот стоит у меня новенькая. Полноразмерная. Дальше закончился вот такой бальзам у меня для волос с живицей от Невской косметики. Стоит копейки. Результат неплохой. 150 мл. Вы знаете, есть более дорогие средства, которые работают гораздо хуже. Вот этого. Так что присмотритесь. Так. Закончился шампунь и маска от Kerastase. Линейка Elixir Ultima. Тоже, знаете, сначала у меня был просто восторг, особенно от аромата вот этого. Но потом, опять-таки, волосы привыкли. И я поняла, что это просто пахнет потрясающе. Просто обычный шампунь. Тот же L'Oreal Professional. Это же концерн L'Oreal. Тот же L'Oreal Professional. Абсолютно Repair. Работает совершенно не хуже, чем вот этот. Не знаю, зачем переплачивать. Возможно, мне не все линейки в Kerastase подходят. Я вот сейчас пользуюсь другой линейкой. Зеленая. По-моему, Архитект называется. Не помню точно. Вот пока ее тоже не распробовала. Но вот это однозначно больше брать не буду. Еще масло мне это осталось. Масло пока не закончилось. Потрясающая вещь от марки Элемис закончилась у меня. Это такое молочко для ванны. Вот если вы хотите почувствовать себя клеопатрой, присмотритесь к этому средству. Оно, конечно, не из дешевых. Здесь 400 мл. И на один прием ванны вам нужно где-то 80-70 мл вылить. Прямо в ванну. И вода становится вот как молоко. С маслами. Очень хорошо увлажняет кожу. Это, кстати, можно и наносить не просто в ванну выливать. Это можно наносить и на тело как молочко. Но мне не понравилось оно как молочко, потому что начинает кататься. Потом скатываться. А вот как средство для принятия ванны. Вот такое устроить себе спа в конце рабочей недели. Снять напряжение. Просто побалдеет. Зажечь свечу. Вот это вот просто супер вещь. Дальше закончился вот такой шампунь репейный. У меня с комплексов витаминов. Это Мирола, по-моему, как-то так называется. В общем, в аптеке продается. У меня было их несколько. Я их использовала прям подряд, чтобы был какой-то эффект. Вы знаете, эффект был. Действительно, вот если у вас волосы выпадают, попробуйте. Он как бы приостанавливает этот процесс. Неплохой шампунь. Дальше вот такой вот гель для душа от ФА. Греческий йогурт с миндалем. Потрясающий аромат. Люблю эти гели. Наверное, уже на протяжении 2-3 лет. Периодически их беру, потому что очень они мне нравятся. Шампунь вот такой от Шоссей. Линейка Цубаки. Та, которая СПА с маслами. И вот именно этот шампунь, он идет для глубокого очищения кожи головы. Он слегка охлаждает, ментолит. И вот после него кожа головы действительно прям, вот если где-то делаешь пробор, она, знаете, как будто бы сияющая. Вот прям отполированная от и до. Он у меня продержался, этот шампунчик, ну где-то год. Потому что им нужно пользоваться не чаще, чем 1 раз в неделю. Хорошая вещь. Можно брать. Далее закончилось вот такое вот мыло у меня от марки Керасис. Я покупала себе много-много разных, с разными этикетками, вот именно от этой марки, все очень хорошие. Все хорошо пенятся, не замыливаются в мыльнице. То есть всегда кусочек такой сухой. Потрясающий аромат, очень нежное мыло. Попадаются мне здесь две вот такие коробочки со сладостями. Это банан в шоколаде, манго в шоколаде. Манго в шоколаде я много раз брала до этого, мне нравится. Типа зефирка манговая и сверху покрытая шоколадом. Банан я попробовала впервые. Так вот, банан нам понравился гораздо больше. Манго он такой кисловатый и по запаху, и по вкусу. А вот бананчик прям как настоящий банан. Очень вкусно было с кофе. Просто потрясающе. Закончилась моя термальная вода, одна из любимых, от La Roche-Posay. Предпочитаю вот эту воду и Биадерму. Лореаль и Гарнир я не покупаю, мне не нравятся они. Дальше закончился вот такой вот шампунь от Ультрадул с ароматом вишни и миндаля. Если честно, я бы покупала его для себя, а не для ребенка, потому что он у меня не стал бы пользоваться вот этой вот розовой упаковкой. Как-то вот мальчики к этому настроены очень-очень агрессивно. Он когда увидел розовую, говорит, я не буду. Я пользовалась хороший мягкий шампунь, но очень быстро после него грязнятся волосы. Два отвратительных шампуня и бальзама от Ecolab. Здесь даже еще что-то осталось, но я выбрасываю. Шампунь, девочки, простите за скудность речи, как сопли. Непонятная консистенция. Ни гель, ни желе. Какими-то вот кусками желейными вот он так ложился. Жидкий, плохо промывает волосы. Его невозможно практически смыть с волос. И моешь, и моешь вот это вот под душем. А такое чувство, что волосы все равно склизкие, неприятные. А бальзам вообще не работает. Тоже от этой же марки Ecolab закончилось вот такое масло для душа. Ну, конечно, это не масло, это обычный гель, такой кремовый. Не знаю, почему они пишут, что это масло. В общем, обычный гель для душа. Совершенно таким стандартным ароматом, ничем не примечательным. Вообще, что-то эта марка меня разочаровала. Не буду больше брать. От Concept. Вот такой фиолетовый бальзам для волос у меня закончился. Они сейчас поменяли упаковку, и она упаковка сама такая сиреневая. Очень хорошая вещь, но он, девочки, термоядерный. Я поэтому всегда немножко на ладошку беру маску для волос простую и несколько капель вот этого бальзама смешиваю и наношу на волосы. Вот тогда действительно убирается желтизна и не остаются никакие пятна. Капли для глаз середина. У меня Light. То есть это все равно лечебный продукт. И когда я ее в Италии покупала, эти капли, мне фармацевт посоветовала, говорит, возьмите Light, если вам просто нужно как-то освежить взгляд, как-то убрать красноту. Я знаю, что многие девочки капают почем зря вот эти капли. А фармацевт мне все-таки объяснил, что они, вот эти вот эритина, они все-таки являются лечебными. То есть здесь какой-то такой состав, что ими тоже не надо увлекаться. Но если вы хотите иногда их использовать, чтобы освежить свой взгляд, присмотритесь к версии именно Light, чтобы было написано, потому что здесь концентрация активных веществ намного снижена. Далее. Закончилось вот такое вот у меня туалетное мыло от марки Ballet. Я думаю, что многим известна эта марка по известнейшему тональному крему. Взяла просто ради любопытства. Вы знаете, аромат самого что ни на есть советского туалетного мыла. Вот как из детства. Знаете, я вспоминаю времена, свои садовские еще времена, когда вот заходишь в детском садике помыть руки, и там стоит такой вот на весь туалет аромат какого-то мыла советского. Вот этот балет, он пахнет точно так же. Но знаете, пользоваться было тем не менее приятно. Какая-то такая ностальгия в этом есть. Закончилась вот такая зубная паста от марки Teodent. У меня уже была такая паста для взрослых. А эта у меня версия идет для детей, kids. И она, читайте, с ароматом шоколада. Вот эта паста мне очень понравилась. Я прям даже у ребенка своего ее подворовывала. Хотя, в отличие от взрослой, она совершенно не пенится. Но вот этот вот приятный мятно-шоколадный какой-то вкус во рту очень хорошо очищает зубы. И знаете, раньше была такая жевательная резинка то ли Turbo, то ли Love Is со вкусом шоколада. Я уже сейчас не помню. Но я помню, что я от нее просто тащилась. Так вот, вот эта вот зубная паста один в один, та жевательная резинка. Еще вот такая зубная паста закончилась. Это от Altai Bio, Mumiyo и Zweroboy. Хорошая органическая зубная паста. По вкусу напоминает зубной порошок. То есть тоже не особо пенилась, но очень хорошо, приятно освежала. Вот такой восстановитель структуры волос от марки Золотой Шелк у меня закончился. Маска для волос абсолютно не работала. Я добавляла в нее кокосовое масло и наносила на волосы, чтобы хоть какой-то был эффект питания для волос. Закончилась вот такая вот у меня соевая свеча. Мне очень нравятся именно соевые свечи, потому что они не на парафиновой основе, не содержат продуктов нефтехимии. Это свеча американского производителя. И потрясающее сочетание запахов лаванда и танжерин. Я никогда бы раньше не подумала, ой, как приятно она пахнет. Я бы никогда раньше не подумала, что лаванда как-то вот с цитрусами дает такой обалденный запах. Очень любила принимать с ней ванну. Прям полный релакс. Далее, девочки, не закончилось, но я выбрасываю. Как мне не понравился этот продукт. Это масло для тела с облепихой от Натуры Сибирика. Вот настолько химический облепиховый аромат. И так он нехорошо распределялся какими-то полосами. И вот ходишь в нем, как будто в пленке. Прям кожа потеет, поэтому неприятная вещь. Выбрасываю. Дальше вот от Пупа вот такая база фиолетовая. Силиконовая, но очень мне нравилась она. Здесь, кстати, еще немножко осталось, но уже срок годности, я думаю, у нее вышел. Это 03 номер. Очень хорошо выглаживает поры. Не хуже, чем от Benefit Porefessional. Очень хорошая вещь. Я не знаю, если они еще производятся, то присмотритесь. Отличный кондиционер для волос от марки, от алтайской марки Allalika. Вот он с облепихой. Ну, это действительно облепиховый кондиционер. Он и по цвету, посмотрите, какой ярко-желтый. И здесь прямо в составе идет облепиховое масло. Очень-очень нравился вот этот бальзам. Но единственное, девочки, если вы блондинка, он все-таки дает желтизну. На волосах. Но так как я добавляла вот этот вот фиолетовый, то было нормально, в принципе.